Продолжение следует... В этом году на Тавриде необычный старт. День открытия фестиваля совпал с 80-летием начала блокады Ленинграда. В память о жертвах на главной сцене Тавриды — реквием в исполнении симфонического оркестра. Таврида — это место, где по-настоящему сбываются мечты. Грандиозный концерт, открытие, на котором выступают 150 резидентов фестиваля. А некоторые из них даже в дуэтах с уже знаменитыми музыкантами. В этом году Таврида расширяет свои возможности. Впервые за историю фестиваля такая насыщенная образовательная программа. Целый квартал посвящен истории регионов России. Участники не только творят, но и учатся новым профессиям. О синтезе науки и искусства говорят с Андреем Фурсенко. Интерес к науке растет. И, наверное, это связано с тем, что очень многие вещи, которые сегодня решаются, должны решаться в мире, они связаны с наукой. Хороший кадр и дефицит есть всегда. Квалифицированных людей, которые способны выдать идею, реализовать идею. А уже в 2023 году Таврида станет центром обучения молодых творцов. Здесь откроется университет креативных индустрий. Прорабатывается концепция развития креативных индустрий, где мы вообще все вместе сформулируем, что это такое, какие у нас задачи, какие у нас цели, что мы можем сделать с своей стороны. В первую очередь, конечно, проработать всю нормативно-правовую часть. И здесь не только представители творческих профессий. Таврида – место встречи самых активных. Среди участников – добровольцы. Это они в прошлом году первыми вышли на помощь врачам и пожилым людям. Волонтеры-медики, что работали в красных зонах. Они своим примером доказывают – Россия – страна возможностей. Форум с таким названием тоже проходит на Тавриде. Когда мы приходим, помогаем людям, когда они нам говорят слова благодарности, мы как-то сами воодушевляемся, и как бы мы заряжаемся теми эмоциями, и хочется все дальше людям помогать. И скучать здесь точно не придется. С утра и до позднего вечера встречи с политиками, общественниками и деятелями культуры – всего 730 мероприятий. В этом году на Тавриде зажигают звезды. Это новые арт-объекты, что создают сами участники. Яна Щербата, Андрей Терентьев, Никита Кальченко. Вести. Крым.